Саш, я знаю, ты там дошел в своей книге про депешмот до какого-то интересного места. Да, да, как это, Дэйв Ган, короче, жрал нурофен. Ну то у него там все было, у него все опиаты. Короче, и героин, и нурофен. Интересно. Значит, все-таки опиатные препараты помогают в сочинении музыки. Ну да, он там года четыре, наверное, сидел на героине. Озарение. Редрам, сок героина такой. Редрам? Высокой очистки. Это красный вот этот, в камнях. А, наверное. Редрам. А, перевернуть, если мёрдер, убийство. А, ну это сильный, наверное, какой-то. Наверное, да. Наверное, вот тот-то из Афганистана какой-то. И что он там, нурофен себе плюс покупал? Ну, да, не плюс, а там просто нурофен написано. Блин. И, блядь, а, ну его, в принципе, раньше без рецептов, да? Может, его пумарило там, это. Да он и у нас был без рецептов. Ну, он без рецептов продавался, я его пробовал хуйня, мне не понравилось, что... Ты пробовал нурофен? Ну, ёп. А сколько их надо сожрать? Ну, листь. Лист? А в листье 10 штук? Или 15. 10, 12, 12. Да потом от него, я с одним придурком ехал на машине, он тоже, типа, сожрал его и начал засыпать за рулем, блядь. А, ну, да. Ну, от него это, рубище-то тоже. Мы едем так, я вам, блин, этим своим зеркалом на Митсурике трамвай трет, блин. Я говорю, блядь, ты сдурел совсем, блядь. А смотрю, он спит. Терпенкот был по 10 калиуса, а нурофен по 12. 12, да. Вообще от чего они? Обезболиваются. А, это обезболиваются. Это, блядь, как они называются, невоспаление, легкие кашельные. А, да-да-да. Типа каделлак, что-то? Да, ну, каделлак это вообще хуйня. На травах какой-то. А вот терпенкот с нурофеном, я помню, дал. Ну, нурофен разный был, нурофен плюс. Ну, да, торчко одному дал как-то. Вот такой, выпил, пять колеса трава терпенкода. Говорит, ух ты, ничего себе, как по-настоящему. Да, ну, он такой торчок, видать. Как по-настоящему. Не торчал, он же как-то у меня. Как по-настоящему. Лампочка у него зажглась такая. Да, ну, ты прими, ёб-то ебошон, наверное, блядь. Если бы был, блядь. Я с 70 кг. Охуеть, можно. Кого? Нурофена. Терпенкода. Ну, это прими было. Тебе там хреново не стало? А мне больше, меньше не распугали. Ни в хрена у тебя дозняк был. В ужасное время вы, парни, жили. А три тази, я сейчас выписываю. А как же это? А мантодин она выписала. Не акинетон, а амантодин. А там разные вещества действующие. Не знаю, но от него не вставляют. Да? Короче, я так понял. В дурки на колеса людей сажают. И потом всю жизнь они с этим маятся. В смысле? А если как не сажать? Ну, это лечат людей. А, это типа лекарства? Ну, конечно. А лекарства от души? Или для души? Ну, вот я в Каченко лежал. У меня это как вот рифтозин. Без циклодов. Это 10 дней. Уколы? Ну, да. Укол с аминозином чистый. А тебя-то уже от чего лечили? Такая же. В галлюцинации. Я в 24-м отделении лежал. В Каченко? Да. Я в Ганушкино. Ну, в Ганушкино это институт. Ну, там и больницы есть. А Каченко в Алексеево я лежал сейчас в 96-м году. А как тебя в армию-то взяли? Из армии отправили. А, из армии отправили. Я помню это. Тогда Алексеево. В Ганушкино захожу во двор. А там такой панк сидит. С таким ракетом. В 88-м год. И все, выбритая. Ракет такой. Я думаю, они хрен на себе. А там металлисты, да, лежали? Металлисты, хиппи, панки. Отделение было 3 месяца какое-то для подростков. Ну, вот мне 16-го было, мне откуда. На проюре. А у тебя ведь-то металлистов не было? Нет. Нет. Шизофреники. Шизофреники. Был какой-нибудь прикольный. Нет, а там гораздо лучше по сравнению с нашей психбольницей. Там, по крайней мере, лечить умеют. Во-первых, к тебе врач каждый день обращается. Во-вторых, нет никаких решетет. Там бронестекла, все это кормят шикарно. И по коридору у нас это за счастье пройти. А там, да хоть ты... Ну, меня выпускали, я ходил, помню себе иклееры покупал. Заварные. Серьезно? И пакет молока такой. Офигеть. Картонки. Офигеть. Ты на территории больницы садился. Поем и обратно. То есть, что там, свободный этот выход был, да, получается? Не знаю, у нас не был свободный выход. Но погулять можно было. Тебе отпускали. Убихать, ну, ради бога, ты все равно, что ты обратно прибежишь. Смысл. Ого.